Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. 80-летняя Раиса Фёдоровна встретила нашу съёмочную группу в Валенках. Так она ходит по квартире уже вторую неделю. В доме номер 16 на Курунковой в некоторых квартирах до сих пор не дали отопления. Всё время как встаю и сразу одеваюсь. Потому что я уже прослужена вся к этой квартире. Звоним, вот без слух, всё. Вот всё, эта музыка играет, играет, играет и кладут в телефон всё. Со слов пенсионерки, с перебоми отопительный сезон в их доме начинается каждый год. Однако так долго батареи не были холодными никогда. Нельзя согреться ни в комнате, ни в зале. Даже на кухне приходится ходить в Валенках. И чай горячий не спасает. Каждый день вот этому начальнику участку звоним. Да-да-да, да-да-да, ну-ну-ну, всё. Это вот дело что ли, с народом такого издеваться. Тем более я инвалид. Мне как вот тут вот. А я каждый день, у меня вот напряжение как у. Нет тепла во всех двухкомнатных квартирах третьего подъезда. Маргарита Семёнова и 102-й согревается грелкой. Ну вот так вот захожу. Беру сначала, налью кипяточку. Возьму её к себе поближе. Сажусь. И с этой бутылочкой обнимусь. Мне тепло и хорошо. Ещё в зале есть кондиционер, который помогает окончательно не закоченеть. Однако Маргарита Семёнова уже боится предстоящего счёта за коммуналку. Кондиционер работает практически без перерыва. Батареи нет. Оплатить придётся как за электроэнергию, так и за отопление, которое дали на Куренковой 16 ещё 28 сентября. Я лично даже писала во все. Ну, у кого-то, может быть, нет интернета. У меня интернет есть. Я и губернатору, я и Вавилину, и Марону. Ну, короче, все, кто есть. Сын у меня даже написал через так же интернет, написал губернатору. Ни от кого, ни от кого ответа нет. В управляющей компании невозможно, во-первых, дозвониться. Я ей звоню каждый день. Звоню, они отключают телефон. Видимо, уже видят номера телефонов. Я не знаю, почему. Ещё Маргарита Николаевна обращалась в Центр управления регионом, где ей ответили, что заявку взяли на контроль. В администрации нам пояснили, что отсутствие тепла в отдельных квартирах во время старта отопительного сезона – давняя практика. Управляющим компаниям даётся две недели на отлаживание систем внутридомового отопления. Техники должны стравить воздух, который неизбежно возникает в момент пуска тепла. И провести регулировку внутридомового системы отопления. Возникает конфликт, возникают разногласия. Кто, так сказать, тепло не пустил, нужно замерить параметры на вводе в дом. Если параметры на вводе в дом нормативные, соответственно, должна работать управляющая компания. 102-ю квартиру сантехник приходил два раза. Воздух в радиаторах оба раза спускали. Тепло в квартире появлялось ровно на 10 минут. После батареи снова остывали. Пасла в огонь подливает и ситуация в одной квартире, где на кухне лопнула батарея. Так, тепло в жилых помещениях, поэтому стойку было хотя бы в кухнях. Сантехник уходит, и вода за ним следом. Но вот мы так решили, что там, наверное, просто всё сломано. Они не знают, что... Ченщины говорили, что ремонт у вас был в доме, трубы меняли. Был, да. Но ремонт-то был холодной воды. Просто воды, а не батарей. Однако третий подъезд в доме не единственный, где батареи остаются холодными. Во втором подъезде в тёплых кофтах по дому ходят жители трёхкомнатных квартир. В некоторых однокомнатных – та же история. Мы ещё двигаемся, но, понимаете, у нас есть такие пожилые женщины, которые уже не идти на колясках, на вот кто на чём. Поэтому они даже выйти не могут. Дом номер 16 по улице Корунковой второй год подряд обслуживает управляющая компания КПД «Жилсервис». От комментариев на камеру или по телефону они отказались. Однако пояснили, воздух спускается радиаторов, продолжают до сих пор. Параметры на воде в дом измерили. Оказалось, нет нужного давления. Сейчас в доме ведут работы специалисты ресурсоснабжающей организации. Надеемся, проблему решат, и ульяновцам не придётся мёрзнуть в собственных квартирах. Рината Леулова, Сергей Кудаков, Герман Баранов. Уллправда ТВ.